всем добрый день и рада приветствовать всех зрителей своего канала сегодня я делаю отзыв о пряже силка о изделии которые связаны из этой пряжи поэтому в кадре буду не столько я сколько платье и также мы чуть позже рассмотрим пряжу вблизи я хочу провести эксперимент с этой пряжей и показать вам какая она становится после намокания и так платье у меня связано было давно верхняя часть вот от талии до груди более плотно связано здесь не используется подклад ниже вот можно видеть какое струящееся полотно в платье когда идешь вот оно прямо невесомое и воздушное такое летом даже в жаркую погоду платье вообще не ощущается снизу использую используется подклад как бы юбочка трикотажная легкая легкий стрейч облегающего прямого покроя пряжа конечно же вот как можно видеть на груди когда связано ажурное полотно то ну конечно же очень просвечивает и теперь давайте перейдем к рассмотрению пряжи вблизи и проведению опыта ну и лара смотрела канал лары владис она вяжет сейчас накидку в церковь и я вот предложила снять такой обзор что можно использовать как ой не накидка капюшон в церковь вот настолько струящееся вот это вот полотно что она вообще невесомое и так вот смотрится я конечно держу все платье сзади а вот вообще-то вот так да но могло выглядеть в капюшоне мне кажется вполне красиво вполне вообще нарядно смотрится она ткань пряжа вернее такая вот прямо вот сияющая и вполне достойная единственное что не знаю насколько разнообразие в этой пряже цветов вот по цветам чтобы в церковь там вот эти вот капюшончики платочки которые нужно одевать поэтому это можно посмотреть уже у нас в магазине я всего видела вот бордовую пряжу которую сейчас мы ближе будем рассматривать также у меня бирюзовый цвет куплен и стальной вроде бы вот видела в магазине но у меня только вот куплено на платье вишнёвый ну как я не знаю называть вишнёвый бордовый наверное больше цвет такой темный и бирюзовый так в остаточке мне продали девочки подешевле ну а теперь рассмотрим ближе как выглядит полотно из такой пряжи полотно в распаренном виде если без тепла без тепловой обработки без вто то она немного поменьше она не настолько вот свободно как бы вот раз растянута после обработки она увеличивается в размере я не могу сказать вот я на тот момент не заметила не так как я и не увлекалась ютубом я даже не обратила внимание на то насколько у меня платье увеличилось я как бы в процессе когда вязала просто советовалась с женщиной которая тоже вязала и она сказала что она где-то сантиметров на пять что ли в длину увеличивается поэтому я вязала и в процессе уже пыталась его немножко пропарить где-то в самом начале вязание вот этого полотна уже и приблизительно ориентировалась но так как у меня было всего четыре матка мне хотелось связать еще коротенькие рукавчики но к сожалению даже на пояс не хватило и теперь посмотрим вот полотно которое смочено после того как мы его смачиваем смотрите какая разница она прямо стягивается вот если здесь она в таком виде вот она струящиеся прямо вообще воздушное полотно и посмотрите когда она влажная стираю я его в обычной машинке при обычной стирке со всеми вещами никаких поблажек я платью не делаю после стирки она такое становится грубоватая как рогожка какое-то такое не колючий конечно но тем не менее сами видите что после машинки и она еще когда достаешь она более сжата после высыхания принимает обратно свои размеры то есть вот просто я его смочила не в машинке она еще более такое но тем не менее видно что-то но не тянется и не скажешь по нему что она станет вот таким шелковистым и сейчас давайте рассмотрим пряжа как смотрится вот она пряжа силки у меня задумка связать еще одно либо платье либо юбку пряжа сложновато вязание для нее нужно адаптироваться я у меня немного это пряжа и какой эффект у нее она скатилась так чтобы у нас не было вот таких неприятностей которые у нас произошли в данный момент нитка попадает вот сюда вот здесь вот такое углубление и может запутаться распутываться она тоже очень сложно распутывается поэтому мы берем мешочек чуть побольше размером чем наш наша бобинка и прячем бобинку туда и так будем я честно говоря не помню как я работала с этой пряжей как я ее куда убирала но в общем и каким крючком работала я тоже к сожалению я не помню либо это был крючок номер два но это когда уже нужно было расширить полотно когда в более плотная я вязала так думаю что где-то или полтора не одниркой же хотя возможные одниркой но вот потому как в углубление вставляется нить в крючок смотрите вот это крючок кловер и вот как она прямо туда входит хорошо еще есть крючок но это вот китайский крючок полтора здесь вот как ну это как я подбираю крючок еще есть крючок 1 и 25 им тоже в общем то можно вязать но это в том случае если вы вяжете слабо для начинающих такое вязание конечно я бы не советовала так как может вообще отбить от охотку от вязания и человек только затратит свои нервы и возможно но возможно и получится если человек все таки трудолюбивый и упорный но это сложно проще учиться на хлопки и так вот я взяла крючок полтора посмотрите это у нас просто я вам показываю как нитка ведет себя в процессе вязания можно наблюдать она и соскальзывает и держать ее в общем то тоже нужно научиться из норовиться когда конечно уже полотно начато тогда проще далее ну к примеру вот возьмем узор веерочки конечно нитка непослушная но это только в начале потом когда полотно начато вязать она более податливая становится и наши ручки привыкают конечно готовое полотно я считаю что в общем то платье но заслуживает чтобы мы немножко покрапели и отдали какие-то свои силы внимание для исполнения задуманного если мы решаемся связать подобную вещь мы знаем что нам нужно постараться я не высчитываю правильность веерочков не считаю просто приблизительно вижу чтобы показать вам просто процесс вязания этими нитками этой пряжей платье у меня связано по кругу по кругу но теперь я вам покажу в прямом и обратном направлении в общем то я считаю что если найти с этой ниткой общий язык то она станет более податливой и все у вас получится вот 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 в общем вот так получается посмотрите вот она не очень прозрачная конечно не очень такое здесь как можно сказать легкое полотно но когда пропариваем это тогда конечно же становится она еще плоская здесь она вот такое более плотненько а потом она после отпаривания становится более свободным более тонким поэтому можно его конечно и не отпаривая я думаю носить но она со временем все равно подрастянется и станет более облегченным нежели вот в начале вязание крючком на этом буду заканчивать всем спасибо за внимание и надеюсь я достаточно осветила вязание видно было насколько коварно это ниточка и помогу если вам захотелось связать и вы не знаете что это за пряжа я помогу вам с тем чтобы вот узнать об этой пряжи чуть больше если вы совсем ничего не слышали всем пока пока